Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 июня. И вот снова я стою у банановых ног, потому что каждый день, открывая комментарии, снова и снова вижу вопросы, а как формировать банановые ноги, а как выглядят у вас сейчас банановые ноги, покажите банановые ноги. Вот банановые ноги и монгольский карлик, это самые такие популярные, часто задаваемые вопросы. Я еще раз вам повторю, я вас просто умоляю, смотрите предыдущие видеоролики. Монгольский карлик и банановые ноги был самый освещенный у меня нынче томат. По 3-4 видеоролика про них снимала. И в каждом видео про формирование томатов, в описании к видео, я даю все ссылки. Вот любой томат рассказываю, рассказывала Петруша Огородник, Сибирская Тройка. В описании к видео есть ссылки и на монгольского карлика, и на банановые ноги, и на ботяню, на любимый праздник. Все сорта, которые я нынче описывала, в описании к видео, к каждому выставляю. Я не буду, конечно, по каждому вопросу каждый день ходить к банановым ногам и показывать. Вот еще одна банановая нога сформировалась, вот еще одна банановая нога появилась. Нет, конечно, я один раз показала, все, этого достаточно. Сейчас я пришла рассказать только то, ну вот сейчас я скажу, что самое главное, вы не смотрите, что у меня здесь темновато. Вот он у меня высажен в четырех разных местах, я хочу посмотреть, где он будет лучше себя вести. И вот эта теплица за домом, про которую я говорила, что она полдня в тени, у нас, во-первых, здесь, видите, вот тут груши падает тень, а с этой стороны дом. Хочу посмотреть, как он будет вот в полу тени вырастать, но пока он чувствует себя нормально. И когда люди спрашивают, зрители, как формировать банановые ноги, я сейчас вам расскажу принцип формирования вот таких томатов. Я сама выращиваю его впервые, мне прислали вот с разных, с трех источников, все они разные, но получились все одинаковые. И даже ни разу не выращивая такой томат, вот глядя на него, сразу видно, если это детерминатный томат, если это вот такой вот, как кустистый, у него, видите, сколько у него всяких вот этих дополнительных выходит стволов, побегов, ясно, что такой томат, как банановые ноги, даже в голову никому не придет вести в один или в два ствола. Тут такой же принцип формирования, как у Петруши Огородника, хотя они совершенно разные. Петруши Огородник толстоногий, вот с толстыми листьями, с такими скоряжистыми, с мясистыми, он пушистый, он косматый, как елка. А этот наоборот, он в рассаде хиленький, у него росточек тоненький, листики у него, смотрите, какие тоненькие, 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 такие вот, как, ну вообще, смотреть на него жалко. И, казалось бы, они совсем разные, но у них скелет, формирование скелета одно и то же, и у него принцип формирования один и тот же. Как и на Петруши Огородники, если вы уберете все пасынки и оставите один или два ствола, вы половину урожая потеряете. Так же и на банановых ногах, он берет именно своей вот урожайности, то есть многочисленностью этих стволов. Если вы будете его вести в один ствол, о какой пальчик, или в два ствола, ясно, что вы потеряете половину урожая. И вот, смотрите, казалось бы, совершенно разные сорта томатов, но вот глядя вот на эти банановые ноги, я сразу его причислила, что это по-братим Петруши Огородника. То есть он вверх уже не растет, он начинает вширь, он начинает, вот я сказала, что буду его вот здесь формировать в четыре ствола. То есть два ствола оставила, и каждые два ствола должны были раздвоиться. Но они не только раздвоились, тут еще начались дополнительные вот такие, ну точно как у Петруши Огородника пасынки. Еще начали они вот, каждый раздвоенный начал еще раздваиваться, вот уже раз, два, три, три с этой стороны, три с этой стороны, это уже шесть, вот это седьмой, это один куст. Ну точно по-братим Петруши Огородника. Все. И вот глядя на этот томат, я еще раз повторю, я его ни разу не выращивала, но я вижу уже его насквозь. И если я удалю нижние, ой, эти лишние, все вот эти вот побеги, которые, казалось бы, мешают, казалось бы, это вот загущение, то, конечно, я удалю половину урожая. Как я поняла, что вот эти вот все дополнительные, вспомогательные вот эти стволики, пасынки, они дадут нам большой урожай. Теперь я делаю так, я сначала привязала его к колу, пока были такие основные два, там ствола четыре. Теперь он, видите, он веером вот так разошелся во все стороны, сюда три, сюда три. Теперь уже каждый отдельно я буду дальше тянуть, как подвязывать на ниточку, потому что столько невозможно стянуть к одному колу, и я думаю, что будут даже вот эти цветочные кисти мешать друг другу. Я вот так, если их подтяну лицом к колушку, они там будут плохо завязываться, формироваться. Все, вот дальнейшие мои действия, видите, я их как распустила, я даже не стала подвязывать дальше к колу, я буду каждый отдельный вот из шести этих, как, побегов, буду вот так просто закреплять на веревочку. И пусть они, они, конечно, ненамного в высоту вырастут, потому что он детерминатный сорт, но просто им хотя бы будет свободно друг от друга. Все, вот это дополнение к описанию формирования этого банановых ног. Я просто объяснила принцип, вот как я думаю. Я думаю, что у него мало стволов, много стволов удалять нельзя, потому что у него, видите, на каждом этом стволике зависть. Ну, посмотрим, в одном месте я так сделала, в другом месте по-другому. Хотя бы, когда уже будет первый урожай, я вам покажу. Сейчас еще плоды висят зеленые, не какущие, говорить о них нечего. Но я вам повторю, что у меня в четырех, в трех, нет, в четырех местах растет. Я даже в лежачем варианте на горе посадила, потому что, мне кажется, вот такой томат, он похож на монгольский карлик, да, он распускает во все стороны вот эти свои, мне кажется, он подходит, подойдет идеально для лежачего выращивания. Но покажу все позже, потому что в лежачем виде высадила намного позже, там еще тоже ничего нет, просто вот эти кустики с цветами такие же. Все, до свидания.